ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! Привет! Как успехи? Ничего, нормально. Вашими молитвами. Ну, прекрасно. О чём сегодня общаешься? Чё сегодня тебя мучает? Ничего меня никогда не мучает. А вас кто мучает сегодня? Ну, у меня так. Зашёл сюда узнать последние новости. Вас мучают последние новости, да? Узнать не мучают. И как узнали? Ну, вот только вышел покурить туда-сюда. Пообщаться. А, у вас здесь основной источник новостей, да? Ну, вообще, я согласен. Вам по вашему центральному телевидению не расскажут. Ничего такого, что вы здесь можете узнать. Тут я с вами соглашусь. Альтернативные новости. Вы из какого города? Город Новокузнецк. Вот, смотрите. Альтернативные новости. Альтернативные новости, что 75% вашего населения России – это бедные люди. Как, это альтернативная новость или это такая, всё-таки, основная новость? Ну, бедность – это... Струбная. Бедность – это в каком? Материальном смысле или душевном? Нет, нет. Ну, материальном, конечно. А в душевном? О, душевном или духовном. Понимаете, есть разница большая. Ну, хорошо, давай о духовном. О, душевном. Смотрите. Знаете, как говорят? Правда ли? Учительница нам сказала, что мы духовно, говорит, богатые. Нет, говорит, правда. Только не духовно, а душевно. И не богатые, а больные. Вот это вот правильно будет. То есть душевно больные. Так что, насчёт богатства будем разговаривать? Да, да, конечно. Насчёт бедности. Нет, не насчёт богатства. Богатства у вас отсутствует. Бедность присутствует. А у вас где? 75% бедности бедного у вас населения. Ты откуда сам-то? Я в Калифорнии живу родом из России. А, ну, понятно. А, ты с Курска же, по-моему, да? Как с Курска? Я в Калифорнии живу, я из Калифорнии. Не, родом, родом. А, родом Новосибирск. Я из Сибири родом. Ты с Новосибирском? Нахрена ты? Считай, земляк. Да, да, недалеко, правда. Вы правы. Сейчас как ты живёшь-то? Бедно или богато? Ну, не жалуюсь. Давайте скажем среднее. Как средний американец. Ну, я тоже живу здесь. Не жалуюсь. Так, тоже средний. Не, смотрите. Мы сейчас не говорим обо мне или о вас. Мы сейчас говорим о среднем человеке в стране. Понимаете? В стране. Так вот, у вас в стране 75% населения, а это больше 100 миллионов человек. Бедные. Прикиньте. Короче, бедные душевно? Нет. В данном случае речь о материальном идёт. Душевно у вас 95% бедные. Лоптина. Да. Ну, так же... Нет, мы говорим материально, материально. Уровень жизни. Ну, хорошо. Что тебе? Сало надо? Смотрите, по информации вашей, значит, у вас 3% богатых людей и примерно 20% среднего класса. Не 80, как в Америке, а 20% среднего класса. А остальные бедные. То есть, больше, чем 75%, прикиньте. Ну, а в Америке какая процентная ставочка? В Америке 80% приблизительно среднего класса. 80. А 20% нищие, да? Нет, нет, нет. Там процентов, типа, 10 богатые и процентов 10, ну, считаются бедными, да. Ну, понятно. А ты где в Новосибирске-то родился? Там прям в центре? В роддоме. В роддоме родился. Адрес вам сказать? Ну, так. Я не помню, я не помню. Адрес роддома, в котором я родился. А какое это имеет значение? С какой целью вы интересуетесь? Вы хотите там бронзовую табличку, что тут родился такой-то такой-то? Человек, который свою историю забыл, это потерянный человек. Я помню свою историю. Почему? Я тебя и спросил, ты где там в Новосибирске. А это что, моя история, чтобы я помнил, вернее, знал даже адрес роддома? Я его понятия не имею, где он. Я его не то, что не помню, я его никогда и не знал. Более того, меня это никогда и не интересовало, понимаете. Ну, понятно. Ты, короче, родился тоже в Бенопеде. Так как вы относитесь к тому, что у вас 75% бедного населения? Да, всегда расслойение было. А вы себя... Да, но не в такой пропорции. У вас больше 100 миллионов просто люди живут там от зарплаты до зарплаты тянут еле-еле. Ну, такая история. А вы кем работаете? Вы себя к кому относите, к бедному или к среднему? Я средний класс. Средний? А кем вы работаете, если не секрет? Я на пенсии. А кем вы работали? Автомаляром. А, автомаляром. Слушайте, так у вас сколько? Пенсия есть тысяч 14 или нет? У меня 32 тысячи. Да, 32 тысячи. Ну? А ну, покажите. Покажите, вас платят 32 тысячи, чтобы пенсия пришла. Давайте. А тебе как показать? Зачем вы врете? В смысле вру? Расчет. Либо на телефоне покажите, либо бумажка расчетная. Давайте, покажите. И смысл какой я тебе... Автомаляр на пенсии получает 32 тысячи. 32 тысячи у вас майор, блин, который там прошел две войны, получает пенсию военную. С надбавками вместе. А вы от 32... У вас 32... Вы еще многие о зарплате такое мечтаете. У меня 20 лет подземного стажа. Подземного? Да. А вы под землей красили машины? Нет, я там работал. Где там? В шахте. Так, подождите, вы сказали, что вы маляр. Ну, я маляр в последнее время работал. А так я до этого работал по молодости в шахте. А, если вы 20 лет, так вы и сказали. Если вы были шахтером, тут я могу допустить, что у вас пенсия может быть выше. Вот, и потом вредность. Да, 32 тысячи это, да? Пенсия такая. Нет, нет, если бы вы сказали, что вы были шахтером под землей, и у вас легкие, блин, вот таким слоем покрыты угольной пыли до сих пор, я бы вам поверил. Это у тебя предрассудки. А, это предрассудки. А вам пенсия такая высокая, как вы думаете, не за вредность дается? Ну, у меня я работал в последнее время автомаляром, а это вредность. Нет, не автомаляром, а когда вы дышите пылью под землей угольной. Ну, есть же средства защиты. А, средства защиты. То есть, там такие средства защиты, что никогда ни одна пылинка прям не залетает вам в рот, да? Ну, как ни за вредность. Ну, есть же, так об этом и речь, что залетает, причем регулярно. Несмотря на все средства защиты. И вы это знаете. Вы еще скажете, что автомаляром тоже у вас, и тоже средства защиты. Вы же там не ходили без респиратора там или без другого этого самого. Ну, вот. Тоже самое. Тоже самое. Самое, можно сказать, тоже средства защиты, которые не на 100% помогают ни в том, ни в том случае. 32 тысячи. Там же уже молекулярный смысл всего этого, всей вредности. Какая разница? Есть аппараты, которые удерживают на любом уровне. На молекулярном, да, удерживают. Есть такие аппараты, понимаете? Ну, я на станциях на крупных работал. Там все как водолазы, понял? С этим, с защитой такой. Подвод воздуха. Ты видал, как сейчас работают на крупных станциях? Маляры? Да. А почему же вам за вредность? Почему же сказали, что это вредно? Если у вас отвод воздуха туда. А, а там на улице выхлопные газы, да? Вам гнались в легкие, блин. Не-не-не. Нет, а почему тогда это было вредно? Ну, потому что работаешься, ты же дышишь там парами. Ну, а так у вас же шланг на улице, какими парами? Это когда покраска идет, тогда уже... А когда покраска не идет, тогда чем вы дышите? Ну, тогда вот, когда рядом там растворители там... Вот, вот, совершенно верно. То же самое, кстати, и в шахте. Тоже очень относительно и респиратор этот помогает, и противогазы там, или в чем там еще выходить. Ну, за это все пенсии складываются потом. Совершенно верно, совершенно верно. То есть, жизнь будет короткая, но денежная. 300 долларов в месяц – это просто мечта любого человека на этой земле иметь. Ну, как мечта. А вы еще работаете где-то? Или вы на пенсию и живете, вам хватает? Все, я уже живу на пенсии. Все, отработали свое. Здоровица там оставили все. Как-то, да? Да, здоровье нормально, у меня еще... На дачу здоровья хватает. А чем вы тогда занимаетесь целый день? На даче, на даче. Двухэтажный дом. И что вы там делаете на даче? Огородик, да? Ну да, огородик, что, хозяйство. Помидорки, огурчики, да? Клубничка? Абсолютно, абсолютно в дырочку. А картошечка нет? Все свое. А, все свое. Классно, сколько у вас соток? Ну, десятка на них. Точно не знаете. Еще у соседа захватили пару, да, наверное? Не-не-не. Здесь это... Маленько расширился. Сейчас 10. Было 8, стало 10. Так я же говорю, пару соток у соседа захватили. Я про вас все знаю заранее, понимаете? Очень. Ты прозорливый, Саня Григорь. Да. Все знаете заранее. Кстати, кстати, вы знаете, меня еще называют мистер прозорливость иногда. Вот чем? Вот это вы попали, да. Слушайте, а у вас есть знакомые, которые ушли в Украину воевать? Да, есть. Есть, а которые вернулись в черных мешках есть? В мешках нету, но... А, в гробах? Знакомые, да, погиб. Под Бахмутом, кстати. Да, под Бахмутом положили вас только по словам Пригожина, только одних вагнеровцев. Там что-то 30... В общем, по разным оценкам положили под Бахмутом где-то 50 тысяч, что ли. Даже по некоторым иногда говорят больше. Это стоило того, чтобы взять один небольшой городок, положить 50 тысяч вашего населения. Это оно стоило того или нет, как вы думаете? Ну, а как с таким соседским государством, которое так себя ведет, как террористы? Ага. А в чем это? В которых вся идеология вся такая. В чем? В чем проявляется идеология вся такая? Можно узнать? Ну, там уже не думают ни за что. Только самое главное, надо воевать. Кто думает, что надо воевать? Украина. Так Украина воюет, освобождая свою землю от захватчиков? Вы от себя ее освобождаете. От захватчиков? От захватчиков. Ну, конечно. Вы же, приступы, захватываете чужие земли. Ну, так исторически Украина, Россия-то есть. Кто, с какой точки истории вы вот это начинаете отчет? С какой точки? Ну, с глубины, от царя Гороха. А, от царя Гороха такого не было. Вы можете конкретно? От какой точки вы ведете отчет? От Киевской Руси. От Киевской Руси. Давайте, какой век, хотя бы, скажите. Какой век и где там Россия была? Ну, а Киевская Русь-то, откуда слово взялось? Русь, вообще вы к Киевской Руси вообще никакого отношения не имеете. К Руси. Киевская Русь, это ее уже современное назвали. Это просто называлось Русь. Это территория Украины. Русь, это территория Украины сегодняшней. Ваше Московское царство к этому отношения вообще никого не имеет. Ну, вот сейчас все идет к этому. Вы просто стырили название Россия, назвали свое Московское царство Россией. Понимаете? Поэтому Русь Киевская, вы к нему отношения же не имеете. То есть, неразумное вы мне объяснение какое-то придумали. Вы сейчас на ходу его придумали? Или вам кто-то сказал, но не детализировал его? Не объяснил подробно, что это означает. Ну, что это? Детализация, что изменит? Ну, как, что изменит? Гот. Совершенно верно. Детализация вашего вранья ничего не изменит. Совершенно верно. Вранья? Ну, конечно. Ты скорострел. Сразу у тебя выводы. Такие. Вранья где-то я... Что тебя соврал? Ну, то, что... Что Украина это Россия? Нет, вы сказали, вы соврали то, что Русь это Россия. Русь это, если вы чуть-чуть почитаете хоть какие-то исторические опыты, да, какие-то документы, то Русь это Украина, это не Россия. Россия к этому вообще отношения к слову Русь не имеет. Вы знали об этом или нет? Ну, толк-то какой у своих слов? Какое? Это не имеет. Все имеет. Мы ведь сейчас не говорим, есть ли толк или нет. Мы сейчас конкретно обсуждаем, имеет ли отношение слово Русь к России, к территории сегодняшней России, или все-таки имеет отношение к территории сегодняшней Украины. Вот о чем мы говорим. То есть вы должны согласиться, что с Русью вы обделались. Все. Если у вас есть другой вопрос, задавайте, я вам еще раз что-нибудь такое макну вас куда-то. Зачем Украина напала на Россию? А когда? Ну, с 2014 года. Когда? В каком месте напала Украина на Россию? В 2014 году. Я понял, в каком месяце и в каком месте напала? Ну, как начали. Сначала ментально, сначала там. В каком месте Украина напала на Россию? В каком месте? Ну, давай. Территория Донецкой, Луганской областей. Это Украина вообще-то? Которые потом стали. Потом стали. По вашему мнению. Мы сейчас не говорим, что потом. Мы говорим тогда. Значит, вы собрали? Вы собрали, что Украина напала на Россию? Зачем напали-то? Кто напал и на кого? Ну... Зачем Украина напала на Украину, вы хотите спросить? Ну, можно и так сказать. Вот, давайте. Вот. То есть, зачем Украина напала на Донецкую и Луганскую область? Так вопрос можно ваш поставить? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Хоть так. Давайте. Давайте, давайте. Смотрите. Объясняю вам. Объясняю. Значит, в вашем вопросе есть ложное утверждение. Украина не нападала на Луганскую и Донецкую область. Потому что ей это было делать не для чего. Для чего бы вдруг Украина напала на саму себя? Объясните, пожалуйста. А то, кто объявил? А то, кто объявил? А то объявил господин Турчинов. Когда он исполнял обязанности, временные обязанности президента Украины. И через два дня после того, как ваш полковник ФСБ Гиркин с группой вооруженных бандитов российских, вооруженных автоматическим оружием, захватил город Славянск. Ваш ФСБ-шник российский? Ну. Что ну? Ну. Зачем напали-то, ёптю мать? Ты что там? А я не знаю. Зачем ваш Гиркин захватил город Славянск? Ну, все, не понравилось им правление Украины. А, не понравилось. Вот. А украинской власти не понравилось, когда вы вторглись под средством захватчика Гиркина и его группы на свою территорию. И начали вашего Гиркина выгонять и выгнали его нахрен вместе со своей группой из Славянска. Но вы ввели уже конкретно, вы ввели 8, если я не ошибаюсь, подразделений крупных своих, в чем есть документальные доказательства, регулярные части. И да, вы устроили там Дебальцевский котел, Иловайский котел. То есть вы ввели регулярные войска на территорию Украины. И Украина начала войну с вами, захватчиками. Поэтому ваше утверждение, что Украина напала на саму себя, разбивается вот так, как пшик, понимаете. Как бред сивой кобылы называется. Кто где разбивается-то, да? Украина разбивается сейчас в бриск. Образивно. Очень аргументированно. Очень аргументированно. Я перед ним распинаюсь, блин, мечу бисер, блин. А он говорит, да-да, говорит, тень на плетень. Иди, говорит, бородавку выведи из-под носа, а потом наводи тень на плетень, да? Бородавка. Ой, слушайте. Ну, ладно. Я не вижу смысла с вами продолжать беседу дальше. Потому что вы немножко, ну, не хочу вас оскорблять, но такой туговатый. Давайте так назовем. Очень вас, как бы, корректно и деликатно туговатый вы. Только вы не догоняете многого. Я не вижу смысла продолжать беседу, извините. Поэтому идите нафиг. Вообще этот автомалер не соображает вообще ничего. Я ему про одно, он вообще про что-то другое. Я ему про то другое, он про что-то третье. Ну, то есть, ну, и смотрит такой, типа, ну, как с таким можно вести диалог? Я не люблю такие диалоги, но сложно найти просто собеседника, который хоть, ну, хоть более не менее бы внятно. И хоть там, ну, на какой-то маленький процент, там, вот, ну, какую-то аргументацию пытался использовать, а не просто созвучные слова употреблял для следующего вопроса, не имеющего никакого отношения к предыдущему. Как он это делал? Вот так, друзья. А мы не забываем подписываться и все остальное делать подписку. Кстати, друзья, вы знаете, есть фреглы. Фреглы, там девушки, они поют песни, киевская группа, и они, чтобы я не забыл просто, они песню про наш канал Очаков ТВ сложили. Ну, они каверы поют на известные песни. Очень, кстати, интересно. Зайдите, пожалуйста, группа называется Фреглы, Фреглы, и послушайте песню про канал Очаков ТВ. Представляете? Очень интересно. Подпишитесь, поставьте им лайк, я думаю, им будет приятно. А вам не сложно, правда? Все, друзья, на этом спасибо и до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!